Петербургское отделение нашего телеканала совместно с высшей школой режиссеров и сценаристов Ленфильма и петербургской киностудии «Апостол» «Синематографика» снимает игровой короткометражный фильм «Бессмертный солдат». Это история о подвиге и о том, как в мире появляются бессмертные солдаты. В этом типичном питерском дворике на улице Марата с Макаром произошла, в общем-то, обыкновенная история, которая могла случиться в любом городе с любым мальчишкой. 9 мая дедушка доверил внуку медаль, чтобы парень прошел с ней в составе бессмертного полка. Но случай распорядился так, что доверие старого солдата надо было еще оправдать. А дальше ты нам отдаешь свою медальку и идешь себе на свой парадус. Начали? Дай медальку! Что, стоите? Мочите его! За развитием событий наблюдают кинокамеры, руководит процессом режиссер Александр Вернер. На его счету порядка 30 документальных фильмов. Теперь он вместе с телеканалом «Союз» снимает игровое кино. Идея родилась, когда Александр узнал об акции «Бессмертный полк». Солдаты, герои, которые воевали в Великую Отечественную войну, они погибли. Но вот их потомки нынешние объединяются вокруг какой-то идеи сейчас. В нашей жизни могут быть различные разногласия. Мы можем различных каких-то политических взглядов придерживаться. В какой-то полемике они, может быть, как-то агрессивно друг к другу воспринимаются. Но настает момент, 9 мая, и вдруг эта вся политика уходит куда-то в сторону. Все эти бытовые дрязги, какие-то экономические неустройства пропадают. И 9 мая все люди объединяются вокруг вот этой идеи победы. В фильме «Бессмертный солдат» настоящее тесно переплетено с прошлым. Кадры, снятые в мае 2015-го, чередуются с кадрами документальной хроники. Это кино в первую очередь рассчитано на молодое поколение. Время – это кино в первую очередь. Это кино было очень впечатляюще. Ну, такие фильмы нужны. Во-первых, они патриотичные. И у подростков должно развиваться, что страну нужно свою любить. В этом году одному из актеров фильма, Валерию Михайловичу Гуцалову, исполнится 70 лет. Он родился сразу после войны. И помнит, как люди, чьи фотографии 9 мая сегодня несут их потомки, сами шли в победной колонии. Я был просто тронут до слез. Во-первых, сам факт «Бессмертный полк» – это наша история, которую мы должны, это просто мы обязаны, не то что должны, а обязаны сделать как бы в хорошем фильме. Когда мы приняли решение о том, что все-таки будем снимать художественный фильм, будем снимать первый художественный фильм в нашем канале, рассматривалось множество сценариев, в том числе и с какими-то религиозными сюжетами. Ну, мы целенаправленно от них отошли в итоге, чтобы сделать кино, ну, с одной стороны, для православного канала, с другой стороны, может быть, понятное, более широкой аудитории, чем только наши вот воцерковленные зрители. Ну, я надеюсь, что у нас это получится, что мы сможем сделать фильм такой, который будет интересен, ну, всем – молодым, старым, верующим, неверующим. Премьера фильма «Бессмертный солдат» состоится на телеканале «Союз» этим летом. Также режиссер Александр Вернер в ближайшее время планирует воплотить в короткий метр еще 10 своих сценариев о силе добрых человеческих отношений. Играет музыка «Бессмертный солдат» Субтитры создавал DimaTorzok